В прошлом году Хостинскую больницу номер 3 назвали худшей в городе. Такое мнение сочинцы выразили в анонимном анкетировании. В основном горожане, жаловаясь на невнимательные отношения медперсонала. Результаты анкетирования поставили крест на карьере главного врача. Его отправили в отставку. Правда и сейчас при новом управленце до идеала больницы все еще далеко. К примеру, главное неудобство, с которым приходится сталкиваться здесь еще до приема врача – отсутствие парковки. Будут проведены мероприятия, связанные с тем, что появятся здесь и частные парковки. Здесь же на территории больницы появится парковка для медперсонала. Я дал поручение, чтобы была разработана схема разворотной площадки и сюда пустить общественный транспорт. В больнице должны построить и новое, более просторное приемное отделение. Проект Анатолий Пахомов хочет увидеть уже через 10 дней. Несмотря на то, что в здании всего два этажа, здесь должен появиться лифт. Подъем по лестнице для тяжелобольных, которых тут большинство – настоящие испытания, как и время, проведенное в палатах с ободранными стенами. Градоначальник настоял, косметический ремонт как внутри, так и снаружи больницы должен начаться в ближайшее время. А наши клиенты больницы писали, что больницу в народе называют последний путь. Больница отличная, врачи отличные, питание очень хорошее. О стремлении врачей вернуть утраченное доверие пациентов говорит и анонимный опрос, который провели в третьей больнице в этом году. Оценивать качество обслуживания предлагалось по пятибальной системе. Отношение врачей и медсестер к пациентам ниже 4 было 3,9, 3,75, а сейчас это стабильно выше 4,25, 4,35. То есть достаточно хорошие изменения. Пока по результатам опроса сочинцев в лидерах остается 8-я городская больница и поликлиника номер один. Сможет ли сравниться с ними по качеству обслуживания хостинский стационар, станет известно в ближайшие месяцы после очередного анкетирования. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.